итак снова о чем говорят у беноли так о чем говорят у беноли здравствуйте сергей анатольевич расскажи о чем у тебя говорят а то народ интересуется не знают беноли кто такой зато чиновники хорошо знают жалобы только пишут спят и видят когда что мы это но если серьезно чем если говорить давайте поговорим о собрании которые мы провели 5 июня 2 дня назад мы провели собрание жителей адмирал макарова на химовского района приглашали всех это после 1 июня после тех событий которые произошли в ушаковой балке народ требовал разъяснений действительно 4 5 июня по моей инициативе это я говорю целенаправленно для того чтобы органы власти силовые органы власти которые захотят привлечь к администрации к штрафу или суду никому претензий не имели потому что инициатива была моя и фактически мы никакого закона с вами не нарушили это не митинг был мы имеем право проводить собрание граждан это законе написано вот мы провели собрание нас попросили меня там еще моих товарищей около пола евгеньевича банкова юрия и ткаченко демьяна чтобы мы как-то поговорили объяснили ситуацию что сегодня с те события которые связаны с с операцией военной на украине да и не как-то меня не вписываются наоборот я согласен если честно согласен должно быть спокойствие но это не говорит о том что чиновники могут злоупотреблять этим да а я считаю что идет злоупотребление если что-то не так у него это идет операция ты враг ты укроп ты уже там работаешь на них и все остальное если не будут воровать мы должны молчать если не будут грабить мы должны молчать если не буду там нас унижать если мы тоже должны молчать но этого не будет однозначно поэтому по моей инициативе вы пригласили с ближайшие жители нахимовского района в принципе пришли многие из разных районов из горпиченко и воронина и корабелка естественно адмирал макаровым да и мы затронули вопрос и я с ребятами попытался объяснить ситуацию что нам не нужны эти митинги эти стихийные не митинги но даже митинги потому что любой сход или собрание но потом в митинге объяснил что нам повезло что первого числа не было никаких силовых столкновений почему потому что приехал бы автобус руссгвардия начал бы принимать людей сажать в автобусе там вышло мать и на эмоциях все что можно могло случиться и хорошо что все пошло с как бы мирным путем скажем так но относительно собрания скажу что это собрание нужно было не даже не только для того чтобы рассказать реально что происходит по пляжам пляжу шуковой но и у нас к сожалению опять мы вернемся к внутренней политике уже сколько больше ста дней идет спецоперация люди до сих пор не понимают что происходит и с чем связано это спецоперация не трактует это поскольку опять внутренняя политика не работает с населением я говорю за севастополь за севастополь за севастополь я не говорю я говорю вернее за день севастополь что севастополь происходит то есть люди многие даже вы видели которые пришли они тоже понимают по своему что мы действительно напали на украину когда мы говорим о том что это война не россии с украиной а война это с нацигами неонацистами и блоком нато и сейчас идет фактически третья мировая война и понимают понимают правда не так быстро как хотелось но опять это все зависит от того как тебе преподносит и как с тобой работает но вернемся опять нашему собранию мы обсуждали этот вопрос я попросил чтобы население жители нахимовского района правильно поняли и честно говоря для меня было принципиально чтобы я не выглядел предателем поэтому мы обратились знаете же как люди да там тебя запугали зашугали нет я попросил чтобы каждый поступил по совести по чести по справедливости мы не собираемся оставлять этот вопрос так как этот вопрос действительно вызывает очень много вопросов и сомнений к сожалению очень боятся что сейчас мы поговорим и все забудем люди чтобы не боялись должны сами активно принимать участие мы будем объяснили с вами что на парашюте к нам не спустится никто не будет нас с вами защищать мы с вами убедились даже вы убедились в том что я уже повторяться не буду что недоверие идет да вот сколько у нас там человек 70 было на собрании вы слышали когда я спустил назовите одну фамилию кого вы знаете из членов общественной оплаты куда на фамилия была названа к сожалению нет то чтобы назвали фамилии депутатов законодательного собрания сколько было названо фамилии две с половиной да алексей чала который давно не депутат а михаил чал горелов и помочь арбакова семей когда мы я спросил назовите сенаторов ну лобач ну лобач понятно не сенатора депутат груздумы и белый депутат можно то есть люди фактически не знают своих героев в кавычке в лицо не то что в лицо по фамилии даже не знаю вот вам показатель института власти это что в севастополе института власти нет и опять и еще раз хочу повториться я хочу меня услышали зрители и севастопольцы в первую очередь о том что севастополе полный провал внутренней политики пол может быть я это говорю с большим удовольствием туда подумает чтобы нагадить им нет я удовольствия от этого не получаю потому что у нас провал придет но вернемся опять нашему собранию мы уходим на потому что вопросы в общем при том что есть и сми если телевидение и все как бы доступно но до сми в руках правительства севастополе газеты тоже общественников не допускают никуда это же представители силовых блоков просят чтобы мы через свои там возможности через свои там телеграм-каналы ватсапа объяснили то есть но предоставьте ребята нам сми мы поговорим и еще не то расскажем одним словом собрание я считаю мы провели удачно почему потому что очень под больше половины из тех кто пришел много вообще не знал мы с вами там подняли вопрос и по здравоохранению по детской поликлинике где у нас с вами тоже есть основания это было видно потому что народ даже не хотел как бы расходиться все спрашивал спрашивал и по образованию и по подростковым клубам потому что дети это наше будущее и говорили мы с вами и здравоохранение поликлиники на ластовой которая закрылась и ничего там не происходит и так далее и предполагали на что мы имеем полное право что пляж мы больше не обсуждали вопрос о том что нельзя купаться почему потому что мы понимаем что это мифическое все но это однодуманно во всяком случае мы уверены нас не убедили чиновники в том что там действительно это надо было закрыть пляж значит мы обсуждали о том что если по той информации которая нам поступает с вами с экранов телевидения чиновников что весь берег бухта наша она скоро превратится в зону отдыха элиты для я для их там или катеров для их лодок или еще что-то потому что пляж ушаково не хотят закрыть это дальше у нас там басов идет бывшая автошкола и школа водолазов и там я начинал греблей заниматься и стал чемпионом призером украины и советского союза по юношам дальше у нас идет аполлоновая там какие эти лодочники у нас знак которых дальше у нас идет госпиталь военно-морской которые хотят закрыть перевести куда-то там на дергачи дальше у нас идет важенники за которые хотят закрыть и построить там жилье часть отдать у нас там персии есть которые тоже будут ликвидировать скорее всего как я предполагаю дальше у нас идет южная бухта к ж.д. вокзала там уже яд и стоят дальше 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 короче говоря мы очень счастливо живем богато живем каждый севастополец будет иметь по яхте и дом частный вдоль берега нашего и нашей бухты вот поэтому мы можем предполагать и я хочу сказать фиг вам фиг вам буду обращаться к населению чтобы население все-таки тоже подержало и стало на защиту своей территории и города и каждый вне зависимости от района где он проживает чтобы мы стали на защиту в рамках законов на защиту своих детей своих внуков на защиту продолжение защиту продолжения своего города и процветания нашего города мы можем процветать поэтому мы эти вопросы с вами и обсуждали рады то что нам не надо было долго объяснять зачем нам нужно было создать общественное движение которое мы назвали народный совет на химовском районе города севастополец да поддержал он понял что на сегодняшний день кроме как самим себя мы не сможем ли запросы делать и это надо и устав разработали уже все есть хорошо что мы начали изучать законы российские и мы теперь знаем что собрание граждан мы как сами можем брали так и можем требовать чтобы проводили депутаты муниципальные органы власти скажем так да мы тоже будем обращаться о том чтобы глава махиновского муниципалитета провел собрание граждан согласно федерального закона вон 131 на что мы имеем полное право и по конституции и по другим законам что еще мы хотели сказать вот мы обсуждали еще этот реновацию и что меня удивило многие знают что такое реновация никто хорошего не не сказал потому что имеют информацию этой реновации которая происходила в москве других регионах россии то есть полный негатив то есть население тоже надо готовить потому что где-то может быть правда где-то может быть недопонимание еще что то то есть работать надо дальше мы планируем на этом собрании на собрании которое будет да мы надеемся что он будет если нет ну что тогда есть закон о референдуме есть отзыв депутатов во всяком случае в законе чтобы был референдум чтобы референдум проводился в каждом районе или городе по тем вопросам которые касаются разделение нахимовский район кому-то взбрило голову разделить на два района сейчас северную сторону сделать отдельным муниципальным образованием может быть это и правильно я не берусь сейчас это спалить но я говорю о том что это должны решать путем референдума чтобы не получилось так как советский союз развалили чем так и здесь то же самое кусок земли каждый каждый сантиметр должен или через публичное слушание проходить или через референдум какая продажа земли инвесторам ну пусть они 200 миллиардов как по модели семена до последний раз и на губернатор частные инвесторы должны зайти пользу входят ребята только условия разработать надо мы готовы дать эти условия готова ли правительство эти условия правительство это временное да правительство керенского временное было и прослава россия и у нас севастополь и временное правительство на протяжении многих последних восьми лет временно как не придут временное время нагадят на пакость от наворуют уйдут миллионерами на тут с вами потом восемь лет пытаемся отстаивать севастополь опять вернусь много с вами там про обсуждали вопросы и у нас большие задачи вопрос о том чтобы на этом собрании обсудить и принять решение чтобы депутаты воплотили в жизнь наших всех хватит уже рассчитывать на кого-то но мы власть чиновники и депутаты они исполнители мы должны говорить что они должны делать не губернаторы правительства которые пришли сюда с другой целью а мы говорит что ребята вы мы хотите яхтенную марину да не вопрос это говорим но они не слышат сожжение народ не говорит это мы вас с вами своем говорим да а вот что и не на россии и я не должны занимать какие-то вообще я больше чем севастополь То есть у нас уменьшили, мы все делаем, если на 100%.